Переходный период во время таяния снега, как правило, обнажает ямы, выбоины и другие разрушения дорожного полотна. Даже если рабочие уже восстанавливали те или иные участки улиц, они готовы возвращаться туда снова и снова, чтобы вновь привести отрезок дороги в нормальное состояние. Сейчас в Самаре вовсю идет аварийный ямочный ремонт дорог. Проводят его с помощью литой асфальтобетонной смеси. С начала марта в городе таким способом залатали 11,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. По качеству у нас в муниципальном учреждении дорожного хозяйства ведется постоянный контроль. Проверяются анализы литой смеси, контролируется укладка, замеры температуры, способ укладки, подготовки ям. То есть пока проблем у нас не возникало. Улица Клиническая оказалась одной из проблемных в городе. Сегодня здесь от улицы Дзержинского до авиационной вовсю кипит работа. Дорожные рабочие вместе со спецтехникой выполняют весь технологический цикл работ по восстановлению маршрута. Сначала избавляются от остатков снега, воды и мусора. Затем с помощью отбойных молотков яму обрубают, задавая нужную геометрическую форму, чтобы асфальтобетонная смесь легла ровнее. Далее залитую смесь разравнивают и дают остыть. Уже через полчаса по этому участку могут ехать машины. Этому способу ремонта не помеха даже высокая влажность. Влага выпаривается за счет разницы температуры асфальтобетонной смеси и дорожного покрытия. Уплотнения не требуют ни кодков, ни каких виброплик. Смесь сама растекается и уплотняет по времени. План по ремонту и обновлению дорожной сети формируется практически каждый день. В работу оперативно берутся участки, на состояние которых жалуются жители в соцсетях. Также работают с маршрутами, обновляясь которые предписывают надзорные органы, например ГИБДД. Перечень корректируется и с учетом мониторинга состояния уличной дорожной сети. Кроме клинической, сегодня ямочный ремонт провели на улице Коммунистической. До конца недели предстоит доработать с проспект Кирова и вновь выйти на улицу Вольскую. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.